Вы знаете, два года назад, когда я уходил из банковской системы с 10-летним стажем работы, конечно же, я не мог предположить, что спустя некоторое время я буду представлять интересную для банковской сферы интересный продукт, но тем не менее я очень рад перед коллегами-банкирами сегодня поделиться своим мнением. Wealth Management в банках Украины, реалии перспективы. Я хотел бы, чтобы вы открыли презентацию, с вашего позволения. Да, спасибо. Первый раз я познакомился с этой услугой ровно три года назад. Это был февраль 2014 года. На тот момент я еще был сотрудником банка. Кстати, он есть также на брендволе сегодня. Это был февраль 2014 года. Я занимался обслуживанием ключевых клиентов нашей дирекции. Я работал с Private Banking. Все вип-клиенты были, в принципе, сосредоточены на работе со мной. Давайте вспомним, что это было за время. Это было время полного непонимания, что происходит в нашей стране. Это был какой-то туман. И практически все вип-клиенты, с которыми мы работали, приходили с одинаковым вопросом, что дальше, что нам делать с капиталом, что нам делать с вкладами. Понятно, что никто не мог дать какого-то определенного ответа. Ответа мы не знали на самом деле, как клиенты, так же, как и мы, что будет завтра. Это все продолжалось до того момента, когда ко мне не пришел один из ключевых клиентов. Это был, наверное, самый крупный клиент с определенно поставленной мне задачей. Задача заключалась в том, что определенную сумму капитала, которая была у него, которая была вне банковской системы, нужно было разместить за рубежом для того, чтобы он мог стать иностранным инвестором и приобрести коммерческую недвижимость. Стандартный набор услуг private banking, все вы знаете, он достаточно узок, несмотря на то, что это очень интересное направление. Решения в рамках тех процедур, в рамках тех услуг, которые мы предоставляли вип-клиентам, решения мы не дали. Но, тем не менее, это был основной клиент и нужно было что-то предложить. На мое счастье, у меня знакомые, которые занимались финансовыми операциями, на тот момент я не знал, что это за операции. Их офис размещался непосредственно в Швейцарии, я обратился к ним. Я объяснил вкратце проблему, в чем она заключается. Они попросили контакты клиента, понятно, что с его позволения. И мы с клиентом расстались где-то на месяц, он не появлялся. После этого мы с ним встретились, опять-таки у нас в дирекции, мы с ним поздоровались. Человек, за два года обслуживания которого, ни я, ни мой персонал, не видели улыбку на лице, сиял на 32 своих зуба, я не мог понять, что произошло. Понятно, что я бы пригласил. Он рассказал мне такую историю, после которой, наверное, я до этого не был такой бледный, да, и после этого не был такой бледный. Он мне сказал, что все хорошо, сделка закрыта. Первый удар был под дых, когда он сказал, что он заплатил 53 тысячи долларов за эту услугу. Это тот клиент, с которого банк получал максимум 15 тысяч гривен в год, а здесь 53 тысячи долларов. Но контрольный был выстрел, когда он сказал, что он разместил 3 миллиона долларов. То есть этот человек, в течение двух лет обслуживания которого ежедневно, мы на самом деле не могли привлечь дополнительный доход, кроме нескольких миллионов гривен на его накопительных счетах. Что это значит? Что это значит для меня было два с половиной года назад? Самый главный вопрос, который мне задался, эти 53 тысячи долларов, которые не получил мой банк. Это та сумма, которую недополучили мы комиссионного дохода, а компания-партнер, швейцарский банк получил эти деньги. И тогда я первый раз задался вопросом, что из себя представляет вот эта, немного для меня иллюзорная услуга как вэлс-менеджмент. На самом деле все оказалось просто. Это просто перечень услуг. От самых простейших, открытия счетов, компаний, международных, нерезидентном поле, до доверительного управления уже частным капиталом. Если мы посмотрим на то, как занимаются этой услугой ведущие банки мира, все они ключевой услугой, центральной услугой обслуживания private banking имеют услугу вэлс-менеджмент. Для них давно это классическая услуга. Для них давно это уже не придумывание велосипеда. Для всех этих банков все состоятельные клиенты обслуживаются по целому перечню продуктов вэлс-менеджмента. Есть ли предпосылки вообще этого направления в Украине? Ну, конечно, безусловно, есть. Давайте мы будем откровенно говорить. Я думаю, что для вас тоже это не секрет на самом деле. Десятки тысяч счетов наших с вами клиентов, о которых мы не догадываемся, открыты там. Миллиарды долларов за последние годы переведены на счета и инвестированы в международном поле. Это те клиенты, с которыми мы с вами здороваемся каждый день на самом деле. Я думаю, что здесь, да, есть присутствие по private banking, если есть, поднимите руки. Если нет, я знаю точно, здесь есть руководители и акционеры банков. Мы сегодня с некоторыми уже пообщались. Это колоссальное поле работы международных банков со своими клиентами, но и мало своих клиентов. Они работают интенсивно с нашими клиентами. Не зная об этом, мы каждый день теряем, как банки, свой комиссионный доход. Каждый день определенный капитал перемещается с наших депозитных счетов, с накопительных счетов, перемещается туда. Если задаться вопросом, как сделать так, чтобы нашими клиентами занимались мы, как банкиры в Украине, а не так, чтобы их передавать швейцарским, австрийским банкам. Вы только подумайте, самый ведущий банк Швейцарии имеет специальный департамент по работе с Украиной. 25 русскоязычных менеджеров каждый месяц прилетают в Украину, в крупнейшие города и хантят наших состоятельных клиентов. И мы об этом не знаем. Это все происходит перед фактически нашими глазами, но мы ничего не можем дать. На самом деле все это происходит только потому, что мы не отвечаем на их потребность. Есть запрос, есть потребность. Мы должны просто ответить набором конкретных услуг, которые на самом деле мы не должны придумывать. Понимая эту тенденцию, Национальный банк в последнее время значительно либерализирует весь этот процесс. Уже без открытия индивидуальных лицензий можно осуществлять целый ряд операций физических лиц за рубежом. Начиная от обычных операций торговли инвестиционными инструментами, реинвестиции, размещения дивидендов. В принципе, Национальный банк уже начал процесс, в котором, если не включатся отечественные банки по private banking, в принципе, все клиенты рано или поздно станут клиентами тех банков. Что сегодня мы имеем? Какие у нас реалии? Есть стандартный типовый перечень, набор операций private banking, которые предлагаем сегодня мы в наших банках. Он типичный. Конечно же, есть какие-то исключения, но тем не менее. Голдовская платиновая карточка никого уже не удивишь. Какими-то небольшими бонусами к депозитам мы тоже уже никого не удивляем. Наши клиенты стали капризные, они предпочитают что-то большее. Когда им даешь 0,25 к стандартной ставке, они крутят носом и увидеть улыбку, конечно же, не приходится. Есть консервсервис, есть какие-то индивидуальные условия по кредитным продуктам. Все это есть там, но это must have. На это уже в принципе никто не обращает внимания. Все построено на обслуживании вокруг wealth management, вокруг управления частным капиталом. Это инвестиционный менеджмент, это финансовое планирование, это налоговое планирование, это имущественное планирование, управление недвижимостью. Сегодня будет следующая экспертная панель. Вы более детально как раз сможете ознакомиться со всем этим направлением. И возникает самый главный вопрос, что со всем этим делать, можем ли мы все это улучшить? Да, конечно же, можем. На самом деле услуга представляет из себя давно пройденный этап в западных банках. Наша задача взять, инкорпорировать все это в нашу банковскую систему. Ничего не нужно придумать, все есть. Есть разработка инвестиционной стратегии, есть налоговое планирование, есть сопровождение финансовых потоков, есть запрос клиентов. Вопрос, почему мы этим не пользуемся. Это колоссальный канал получения дополнительных возможностей. География инвестиционных активов по работе с состоятельным клиентом довольно широка. Это в принципе все ведущие финансовые страны Центральной и Западной Европы, США, Юго-Восточная Азия. Поэтому на самом деле поле работы с клиентами достаточно широко. Что могло бы являться частью изменения стратегии наших банков по работе с private banking? Это работа по типичным услугам, как показывает наш опыт. В принципе это те услуги, которые постоянно пользуются интересом со стороны клиентов. Это те услуги, которые наиболее в итоге им понятны. Это те виды услуг, которыми клиенты готовы уже сегодня пользоваться. Они уже подогреты работой западных банков. Наша задача с вами просто взять готовый продукт и начать с ним работать. Все, о чем мы говорим, так или иначе, да, вот сегодня очень много было интересных тем, поднималась и диджитал, и какая-то новизна, тенденции. На самом деле все рассчитано только на одно. Это повышение комиссионного дохода, это увеличение нашего профита. Что бы мы ни говорили, мы все с вами должны обеспечивать прибыльность нашей деятельности. Если мы с вами не обеспечиваем ее, то что бы мы ни говорили, какие бы мы с вами умные слова друг другу не рассказывали, наверное, значит мы что-то делаем не так. Везде в мире, да и у нас практически во всех банках, private banking является абсолютно не кост-центром, это классический профи-центр. Если он кост-центр, значит что-то происходит не так. Но когда это профи-центр, который можно масштабировать, на самом деле это работа не с новыми клиентами, что немаловажно. Это работа с вашими клиентами, которых вы знаете, с которыми вы общаетесь каждый день. Поэтому с точки зрения реализации этой услуги сложностней никаких. Поэтому если все, о чем мы говорим, свести в принципе в три ключевых месседжа, то на самом деле это высокий комиссионный доход. В начале своего выступления я сказал, какая разница была в получении дохода по одной операции, по одному клиенту в сравнении с годовым получением дохода от обслуживания его же. Следующий момент – это лояльность клиентов. Я абсолютно согласен с предыдущими докладчими, когда была тема по лояльности. С одной стороны это очень простой момент, да, это повышение лояльности клиентов. С другой стороны мы каждый раз задумываемся, как повысить лояльность. Конечно же материальное стимулирование наших клиентов не всегда приводит к лояльности. Но к лояльности приводит предложение решения проблемы клиентов. К лояльности приводит повышение уровня сервиса. Все это есть в вэлс-менеджменте. Ну и третье, да, такой фьюжн предыдущего – это все-таки расширение линейки Private Banking. Как бы мы ни говорили, что бы мы ни говорили, линейка Private Banking в принципе очень скудна в наших банках. Как бы мы ни хотели привлечь клиента на дополнительное обслуживание, мы в принципе ограничены. Предлагая, инкорпорируя вэлс-менеджмент в систему Private Banking, мы в принципе одним действием даем колоссальный спектр услуг нашим состоятельным клиентам. Вы знаете, сегодня много говорилось о чем-то новом. Сегодня говорилось о конкурентном преимуществе. Лично я глубоко убежден, что все новое быстро устаревает. Если мы сегодня предлагаем что-то новое, завтра оно копируется всеми другими. В моем понимании конкурентное преимущество – это внестандартном решении всех вопросов. Это индивидуальные решения и, что немаловажно, это заполнение ниш в банковской сфере. Их не так уж много. Самой главной нишей в Private Banking все еще остается управление частным капиталом или вэлс-менеджмент. На самом-то деле это действительно вот тот голубой океан, о котором все мы в последнее время всегда говорим и ищем, ищем, ищем. Поэтому я в этом плане глубоко убежден, что внедрение такой услуги, как вэлс-менеджмент, в Private Banking наших отечественных банков, на самом деле нас даст нам самые главные возможности. Это комиссионный доход и лояльность клиентов. Я благодарю всех за внимание. Спасибо большое. Я обещал не злоупротворять вашим временем. Спасибо. Спасибо.